Россия хочет нескольких вещей. Первое, Россия хочет, чтобы Украина была нейтральным государством, чтобы Украина не становилась членом НАТО. Об этом уже фактически публично говорится. И, конечно, в этом смысле нейтралитет Украины рассматривается российской политической элитой как некий залог неконфронтационного развития как самой Украины, так и европейского континента в целом. Почему? Потому что для руководителя любого государства, в том числе и для России, очень важно, чтобы, скажем, такое большое государство как Украина не стало базой, не стало некой платформой для ведения активной антироссийской работы, прежде всего в военно-политическом измерении. Речь не идет, конечно, о столкновении, скажем, военном в том классическом варианте, которое подразумевается. Речь идет, скорее, о некой такой диверсионной работе, о работе террористической, когда Украина используется кем-то как некая база для реализации вот такого рода активности, которая ведет, конечно, к развалу Российской Федерации. Россия этого не хочет. Кроме того, Россия точно так же не хочет, чтобы базы НАТО, например, возле Харькова создавали угрозу для района Московской области, прежде всего для системы противовоздушной обороны, там, где находятся основные центры управления Россией. Поэтому, естественно, мы видим, что здесь позиция российского эстаблишмента очень жесткая. Это первое. То есть анти-НАТО, нейтральный статус Украины. Второе, о чем говорит Российская Федерация уже достаточно долгий час, это, несомненно, проведение конституционной реформы. Если сразу Россия настаивала на федерализации, то сейчас мы видим определенный дрейф в сторону согласия с некой децентрализацией. Но под децентрализацией понимается достаточно большая передача большого объема полномочий от центра на места. То есть, по сути, можно говорить, что это некая модель асимметричной федерации, когда формально Украина может даже оставаться унитарным государством, но объем полномочий на местах у региональной власти, у региональной элиты будет очень большой. То есть, как бы, это второе базовое требование России. С чем это связано? Это связано со стремлением, как они представляют, защитить интересы российско-говорящих граждан Украины и, опять-таки, создать условия для того, чтобы основные решения принимались все же в регионах. Таким образом, ослабляя центр, не дать возможности Украине идти по пути евроатлантической интеграции или участия в альянсах, которые имеют ярко выреженную антироссийскую направленность. Это вторая очень важная особенность российской позиции в последнее время, которая была озвучена. Третье, о чем, вероятно, они говорят, конечно, это тема Крыма. То есть, Крым наш. Я думаю, что Путин четко дает понять, так же Акиловров, что Крым никто не вернет, никакие санкции здесь не помогут. То есть, вопрос с Крымом закрыт. Как это будет решать Украина и западные союзники, Россию не интересуют. Хотя, конечно, в Москве понимают, что любой украинский политик, который заявит о том, что мы согласны с тем, что Крым передан Российской Федерации, это будет политический труд. Поэтому, естественно, здесь, скорее всего, опять-таки ищется компромисс, как в некой форме замаскировать передачу Крыма, точнее передачу, а аннексию Крыма Российской Федерации. И здесь мы видим определенные расхождения, потому что Германия в лице Меркель четко сказала, что мы эту аннексию не признаем, мы выступаем за территориальную целостность Украины. Возможно, в Москве надеются, что позиция Соединенных Штатов Америки, она более такая гибкая. И об этом сейчас в Сочи говорят. И об этом, возможно, в Сочи об этом говорят. И, возможно, идет надежда на то, что будет достигнута некая статус-кво, или, по крайней мере, этот вопрос будет отложен и не будет на достаточно длительную перспективу, и он не будет создавать препятствия как в российско-украинских, и в российско-европейских, так и в российско-американских отношениях. Это три базовых аспекта, о которых сейчас, скорее всего, говорят. Четвертый вопрос, который, скорее всего, Россия точно так же озвучивает, хотя он в меньшей степени касается США и в большей степени касается Европейского Союза. Но поскольку мы с вами говорили, что с 2016 года планируется в том числе и создание трансатлантической зоны свободной торговли и, соответственно, формирование зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной, то наверняка Россия тоже стремится, озвучивая эту проблему, защитить свои торгово-экономические интересы. В чем они заключаются? Россияне тоже об этом говорили. Они не хотят, чтобы Украина использовалась как некий плацдарм для, как они говорят, контрабанды продукции европейской, которая производится в Европе, но используя механизмы торгово-экономической интеграции, торгово-экономических отношений между Украиной и Россией, эта продукция попадала на российский рынок по демпинговым ценам. Они хотят установить контроль как раз за таможенным пространством между Украиной и Россией и так далее. То есть фактически речь идет о чем? О том, чтобы создать некий механизм согласования торгово-экономических интересов, чтобы защитить свой внутренний рынок от проникновения, прежде всего, европейской продукции под флагом Украины в Россию. Сейчас, как вы знаете, сегодня в Сочи идет, а буквально там на днях будет еще и заседание трехсторонней комиссии в рамках сотрудничества ЕС Украина-Россия, как раз по решению в том числе и этой проблемы. А где она будет? Она будет, кажется, в Брусселе проходить. То есть переговоры эти идут, и они имеют важные... Это сугубо торговые отношения? Это торговые, это экономические отношения, но они имеют важное значение, поскольку речь идет о рынке. Я хочу отметить, что ведь до последнего момента Украина ведь была и рынком сбыта для российских товаров. То есть, конечно, основной импорт из России для Украины был газ, но я хочу отметить, что ведь и продукция, скажем, химпрома, продукция парфюмерная, бытовая химия, одежда, я даже видел в наших магазинах, ведь тоже приходила из России. То есть какая-то часть рынка, она ведь была под контролем России. Тоже касается, кстати, и сферы банковских услуг. То есть россияне не хотят терять Украину, как своего партнера, как некий рынок сбыта и хотят согласовать с Европейской комиссией и с Соединенными Штатами Америки в случае создания транснациональной зоны свободной торговли некую формулу разумного сотрудничества, которая бы удовлетворяла интересы как США и Европы с одной стороны, так и Российской Федерации с другой стороны. В этом случае Россия, вероятнее всего, пойдет по пути, скажем так, но это не будет помощь Украине, но и не будет финансово-экономическое уничтожение Украины. То есть, скорее всего, речь будет идти о какой-то нормализации торгово-экономических отношений уже в новом формате, возможно, с использованием новых таможенных инструментов, но речь будет идти об относительно такой, ну, прогнозируемой торгово-экономической ситуации в отношениях между Москвой и Киевом. В противном случае, как я понимаю, Россия угрожает тем, что она просто окончательно закроет для украинской продукции рынки свои, внутренние, да, так же, как и в случае с европейской продукцией. И таким образом, полное содержание Украины ляжет на плечи как Европы, так и Соединенных Штатов Америки, чего, вероятно, они не хотят в полной мере. И сейчас в прессе и США, и Европы появляется много статей на тему того, что без сотрудничества с Россией Украина в экономическом, финансовом смысле, ну, не то чтобы не выживет, но ей будет очень тяжело, она может просто обанкротиться. То есть, я думаю, вот комплекс этих проблем сейчас обсуждается... То есть, угроза дефолта, она остается? Она остается, конечно, почему? Потому что здесь речь идет не только о реструктуризации долгов, ведь, скажем, это лишь тактический способ решения проблемы. Ведь мы же говорим также и о том, что лучшим способом избежать дефолта это нарастить собственное производство, это сохранить позиции на рынках. Пока мы найдем некие ниши на рынках стран Латинской Америки, например, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона. На это нужно время. Сможем ли мы это сделать быстро? Очень сомнительно. То есть, значительная часть предприятий, особенно Юго-Востока, она все же для них, рынок России очень важен. И, конечно, здесь есть определенный интерес и России, и нас, но имея в виду как прагматической части украинской элиты, для того, чтобы все же не было торгово-экономических войн, которые ухудшат и без того сложную экономическую ситуацию у нас в Украине. То есть, вот такой комплекс проблем, скорее всего, озвучивается относительно Украины в Сочи. Прямо сегодня в Сочи. Прямо сегодня в Сочи. Об этом, наверняка, говорят и Путин, об этом говорит Лавров. Что они говорят о Сирии, нам сказать более сложно. Мы, как бы, это тема отдельная, и, наверное, здесь нужны специалисты, которые разбираются в вопросах Ближнего Востока. Но если мы говорим об Украине, то мы видим вот как раз вот такую приблизительно раскладку.